Чтобы разобрались именно с этой ситуацией и, возможно, применили какие-то санкции в отношении главного тренера, который подходил ко мне, который лишил меня права на участие в Олимпийских играх. Либо разобраться в ситуации, кто дал этот указ, кто все-таки принял такое решение, что я не могу больше соревноваться. Про команду, наверное, я думаю, что атлеты, спортсмены, они ни в чем не виноваты. Они должны дальше продолжать соревноваться. Я все это время оставалась спокойна, старалась связаться с родителями, посоветоваться, что мне делать. И уже когда я поняла, что дело набирает серьезные обороты, я решила, что нужно все-таки обратиться в полицию, потому что я не чувствовала, что если я вернусь в Беларусь, что я буду находиться там в безопасности. На самом деле все это было не о политике, то есть я не затрагивала тему политики. Я просто слегка эмоционально высказалась о сложившейся ситуации на Олимпиаде. Любая мелочь может навредить результату в любом случае. И тем более вот такие новости, да, я узнала, что я могу принять участие в лишнем для себя виде, в котором тем более никогда в жизни я не принимала участие. И все это произошло без моего ведома. Это немного меня шокировало, да, я была эмоциональными моментами. Но, к сожалению, уже что сделано, то сделано. Я очень переживаю за родителей, потому что мама сказала, что ей постоянно звонят какие-то люди на телефон. Просто я ей посоветовала вообще не отвечать на эти звонки. Мой отец, у него проблемы со здоровьем, у него больное сердце. Буквально перед Олимпиадой у него практически был инсульт, то есть у него было прединсультное состояние. Его вовремя успели врачи реабилитировать. И, как мне сказала мама сейчас, что отец чувствует себя очень плохо, постоянно с ним рядом кто-то находится, потому что ему нужна поддержка, и нужно, чтобы за ним приглядывали. И я очень расстроена тем, что не могу сейчас оказаться рядом с родителями, я не могу им никак помочь. И действительно хочется верить в то, что они все-таки останутся в безопасности, и что им ничего не угрожает. Мне было очень обидно за то, что происходит в нашей стране. Я старалась от этого абстрагироваться, да, но это было очень тяжело сделать. Потому что в любом случае ты переживаешь за каждого человека, все равно ты все это видишь. Новости тоже невозможно скрыть, и это все очень чувствуется. И все переживания тоже, они каким-то образом могли немного сказываться и на тренировках, потому что было тяжело собраться, да. Некоторое время пришлось взять паузу, отдохнуть, выдержать, выдохнуть. И вот тогда, наверное, я решила, что все-таки постараюсь сконцентрироваться только на своей подготовке. Я жалею только лишь о том, что я была немножечко чересчур эмоциональна. То есть в любом случае я, скорее всего, бы высказалась об этой ситуации, потому что такое замалчивать, я думаю, считаю, что нельзя. Это очень серьезное дело. То есть люди не смогли прилететь на Олимпийские игры по каким-то причинам. Кто-то допустил ошибку, и эту ошибку попытались как-то скрыть, замять. И заменить как бы на тех, кто есть.